Привет-привет, с вами Ровьемашинцы, ваш привычный голос за кадром и я рад вас всех приветствовать на битве роботов 2016! Друзья, сегодня мы вместе с командами и роботами пройдем весь путь этой эпичной битвы от отборочных боев до самого финала. В борьбе за призовой фонд 500 тысяч рублей на ваших глазах на арене склестнется 21 команда со всего мира, у каждой из которой свой, не похожий на других роботов. Каждое их творение – это любимое детище, над которым инженеры работали долгими бессонными ночами и которому сегодня предстоит быть уничтоженному на арене или же завоевать славу победителя. На ваших экранах турнирная сетка и сейчас мы увидим основные бои согласно этой сетке, но если вам захочется всех подробностей, добро пожаловать на отдельный канал битвы роботов, ссылка будет в описании. Ну что, вы готовы, друзья? Рекомендую заварить чайку и запастись парой плюшек, впереди вас ждет полчаса механического беспредела и настоящего безумия. Погнали! Итак, первый отборочный бой, в котором встречаются команды Большой Брат, Вояки и Пейбот. Наши постоянные зрители наверняка уже знакомы с командой Большой Брат и их роботом под названием Вебер. Вы можете знать их по тренировочным боям, которые проходили у нас на канале. Ну что ж, давайте посмотрим, как он сегодня проявит себя в реальном бою. Оооо, наконец-то, 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 в реальном бою. Какой, какой робот по названию Вебер. Смотри, сразу же разносит сам себя в клочке. Вот этот, что он творит. Да, хотелось бы рассказать мне немножко про Вебер. Он использует пневмоавтомат какой-то, видимо. С такой скоростью подбрасывает своих противников. Не прошло и 30 секунд, как практически один робот уже из города Кельмим. Подожди, он сам, смотри, радуется. Он уже балдеет, посмотри на него, он уже ликует. Он уже балдеет, кажется, два. Все. Сломал Матангу. Причем робот-плейбот сам себя по корпусу оттарабанил так, что даже не смог двигаться. Но смотри, есть у него все-таки еще один конкурент, который двигается более-менее хорошо. Они явно начали, на самом деле, нападать на пермского пермячка, недолюбливают его. Думаешь сразу же, да? Ну, это Москва. Мужчины из Казани, из Москвы решили взять Астракань. Очень хорошая динамика у робота Вейбера, капитан команды Андрей Докташов, Андрей инженер, Михаил Газиев, механик, Дмитрий Елисеев, звездочет, радист и просто радиолюбитель. Ну, я бы хотел напомнить, на самом деле, уже видим, что роботы остановились, а это означает, мы можем начинать обратный отсчет. Да. Ну, и для техники все-таки включим роторы, чтобы они работали и разносили. Ты думаешь, он сам подъедет сейчас, да? Ну, вдруг появится шанс. Нет, смотри, один еще двигается, один еще двигается, я думаю, что есть еще, может быть, шанс у него, может быть, он зацепит. Он явно хочет воздействовать на этих роботов своей силой. Я напомню, что у него за автомат, что за пневмо Вебер. Это третий, это третий боевой робот. Сломано стекло у комментаторов перед нашим лицом, развиваются, друзья, баталии, которые, надеюсь, не пробьют этот бронь. Иван, я думаю, что, в принципе, здесь все понятно с этим боем. Это избиение, это избиение. Осталась одна минута, сейчас, если робот горбатый, не сможет ничего сделать. Шикарно, шикарные манеры. Вебер ждет аплодисментов. Напомню, что его механизм просто уникален, и создатели уже завоевывали кубки на самом деле. Пять, четыре. Вы все видели, друзья, Вебер полностью доминировал весь бой. Ну и, конечно, он выходит в четвертьфинал. Ну а мы переходим к следующему отборочному бою, в котором встретятся команды Energy, Шахтеры и Лео. Команда Energy и их робот-барракуда также принимали участие в наших тренировочных боях. Смотрите эти ролики по ссылке. Ну а сейчас пожелаем ребятам удачи. Бой! Понеслась, понеслась. Наконец-то битва. Все этого долго ждем. Стоит. Стоит Ростелековым, нет связи. А нет, смотри, какой удар на нос. Поджидал, поджидал, поджидал Ростелековым. Поджидал, поджидал своего противника. Я скажу, кого бьет Шахтер. В данный момент, смотри, два робота озадачились бить одного. Это правильный ход, я считаю, на самом деле. Расскажу немножко про Energy, которая сейчас страдает и его таскает по всему рингу. Орудие пневматический флиппер. Это 1100 килограмм, способное выбросить. Но, как вы видите, орудие почему-то уже сломалось. Сейчас весь зал не понимает, но когда роторы включаются, нас здесь начинает трясти. Если вы обратите внимание, задняя стенка нашего ринга точно так же трясется. Очень мощное оружие. Это звонить телефону, у кого-то вибрация, у какого-то великана. Отключите, господа, отключите. Что происходит? Очень страшно становится сидеть здесь в данный момент. Роторы разогнались. Есть! Вот это бросок! Вот это да! Вот это хороший был манер. Смотри, почему-то обездвиженный противник. Ой, еще один! Вот это я понимаю. Вот это тактика, правильно, хорошая тактика. Если ты не можешь своим орудием сделать, просто вези, толкай ноги. На роторы, и все, они все сделают за тебя. И еще одна попытка, еще одна попытка у этого робота. Я напомню, что у робота Лево уже сломан его, на самом деле, и орудие его труда. Ой! Достается, достается. Достается. Ну, на самом деле, битва уже... О, красота! В один угол загнал соперников. Осталась одна минута у нас, ну, посмотрим, двигаются ли два робота, которые перепарковались аккуратно в углу. Нет, я смотрю, они обездвижены, и парковка платная, ребят, не забывайте. Ребята ничего не могут сделать. Да, парковка по всему центру. В центре теперь все платно. Но опять ликует робот. Очень обидно то, что крепление возвратного жгута на Барракуде сломалось первым же ударом. Но, тем не менее, Energy сумели размотать своих соперников с помощью ротора, поэтому мы увидим их в четвертьфинале. И еще один отборочный бой, в котором сойдутся команды Матанга, Железный Дровосек и Интеграл. Ну, про Матангу, мне кажется, смысла рассказывать много нету. Матангу публика очень любит, а соперники трепещут перед ее чудовищным разрушительным оружием. Можете посмотреть в другом нашем ролике, на что способна Матанга. Ну, а пока давайте глянем этот бой. Вот этот шум, это на самом деле завелась Матанга. Дайте нам свет, дайте свет, да. Это легендарная Матанга. В прошлом году она себя очень круто показала, что, собственно, сейчас и вновь повторяет на этом ринге. Очень страшно, на самом деле, друзья, Матанга, ее механизм. Мы прямо чувствуем, как трясется ринг и как трясутся наши стулья от того, что мы находимся в одной плоскости вместе с Матангой. Такое ощущение, что она сейчас взлетит. Это балка. Ой! На самом деле балка весом 5 килограмм. Она вращается со скоростью 200 оборотов в секунду и разносит соперников просто в клочья. Масса 5 килограмм, вес робота 70 килограмм. Вновь Матанга безупречно не дала ни одному роботу шанса на победу, на движение, на какой-либо маневр. Я думаю, что здесь даже не нужно делать отчет, но ради регламента мы все. Комментарии излишни. Матанга в своем стиле. Карает, доминирует и унижает. Интересно, хоть кто-то сможет ее остановить? А пока идем дальше и смотрим следующий отборочный бой. На арене команды Соларбот, Мегатрон и Адуванчик. Ну что, шестой бой, дорогие друзья, хочется вновь посмотреть. Хороший, хороший, сильный, мощный бой. Посмотрим, чем же удивят. Мегатрон, Мегатрон, я вижу, идет на самом деле, хочет напасть. О, очень динамичный. Получает Мегатрон такую оплевуху от Оптимуса Прайма. Зачем ты его переворачиваешь? Пинок от Бамбалки. Ему и так хорошо, оставь его, оставь. Ну, интересный, кстати, вот ход у Адуванчика. Адуванчика. Он стоит, ждет, растет. Не знаю, с чем он занимается, Адуванчик. На него надо дунуть. Сейчас полетит. Нельзя дуть, здесь есть робот из Казахстана. Ребят, давайте, Адуванчик, прошу. Может быть, что-то, действие какое-то произойдет. Покружись хотя бы, покружись. Ну, все, я думаю, собственно, все. Что здесь сейчас, Меггейт? Соларбот. Радуется. Соларбот, если ты нас слышишь, можешь ты, Адуванчик. Ну, хотя бы вот Пинок. Адуванчику дай, дай. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давайте, давайте же. Будет ли бросок, видимо, сломался. Пневмомеханизм, я движусь. Давайте обратный отсчет. Ну, что ж, легкая победа. Ждем команду Соларбот в четвертьфинале. Итак, закончились отборочные бои. Впереди у нас четвертьфинал, полуфинал и финал. А у меня к вам вопрос, друзья. Вам нравятся бои роботов? Вы хотите, чтобы это движение развивалось у нас в стране? Тогда давайте потратим десяток секунд и отдадим должное тем, без кого бы это шоу никогда не состоялось. Итак, мы благодарим организаторов Битвы роботов 2016 компанию Промобот, Московский технологический институт, а также Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Благодарим партнеров робототехнический центр Сколково, компанию Ростелеком, телеканал ЧО, генеральный партнер, российская венчурная компания, генеральный информационный партнер, сайт и газета в курсе. А сейчас первый бой четвертьфинала. На арене мы увидим команды Соларбот, Мегатрон и Калаврат. Погнали! И вот мы снова на арене вместе с вами. Иван, мы, кстати, забыли сказать и поприветствовать всех, кто прямо сейчас смотрит нас в онлайн. Вам тоже привет, наши дорогие зрители. А я знаю, что их не меньше 60 тысяч человек по всей России, как мне уже сообщили в микрофон. Смотрите перед телевизором, радуйтесь, идите на кухню, попейте чай. Какое-то спокойствие сейчас происходит просто. Ну вот, ну наконец-то заработал механизм у Шелби. Многие уже... У Шелби есть свои фанаты, все же любят море, ракушку. Задымился Калаврат. Он не ракушку. Давай его еще раз. Вот это красавчик. И поймать надо было. Смотри, они вместе решили Калаврата. С днем рождения, Калаврат! И так будет сейчас много раз. Не, говорит, давай подымим, давай подымим. Ну, тут, конечно же, подымили. Подымили. Мегатрон, город Астана, Казахстан. Хочется сказать, что Соларбот вес 65 километров, скорость 15 километров в час, передвигается наш робот. Ну это видно, на самом деле. Очень динамично, очень динамично себя ведет. Мегатрон ремонтировали, но, к сожалению, Мегатрон вновь со сломанным механизмом уже... Уже поврежден... Сейчас, наверное, будет бросок данного механизма. Нет, нет, не состоялся бросок. Давай, парни, сделайся. Включаем... Не включаем еще. Я так хочу включить эти... Роторы. Зал бросит. Все! Зал бросит зрелищ. Давай! Опять переохладился механизм. Мы уже знаем из прошлой битвы. Ребят, ну здесь все понятно. Всем все понятно, да? Я думаю, пора начинать обратный отсчет. Да, давайте. Обратный отсчет. Четыре. Три. Два. Один. Несмотря на проблемы с пневмой, робота Шелби и судьи признали его победителем. Ну что ж, до встречи в полуфинале. Двигаемся дальше. Следующий бой четвертьфинала. На арене сойдутся Матанга, Энерджи и Герриер. Смотрим. Ой, 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 ой. Что же сейчас будет? Отличные роботы на нашем ринге. Вы слышите этот рев Матанги. Это просто сумасшедший рев. На самом деле, я расскажу, кто не знает, Матанга это 5-килограммовая. Вот это хорошее начало. Иван, смотри, когда он едет, вся пыль разбегается вокруг Матанги. На самом деле, многие боятся Матанги. Но именно этого. Вот это да. Шикарно, шикарно подошел. Сам себя, сам себя просто уничтожила Матанга. Да. Фаворит, фаворит нашей битвы, дорогие друзья. Что происходит? Невероятно. Матанга. На самом деле, за Матангу уже многие болеют. У Матанги очень много. Но что делает Барракуда? Команда Энерджи. Вау, вот это да. Гимнатический флиппер. Как маленького щеночка он его просто поднимает. А вес Матанги 70 килограмм, друзья. Дайте шума громче. Молодец. В обеих углах, в обеих углах, посмотри. Пусть он еще покружится, почувствует этот кайф. Дело в том, что парковщик, парковщик что-то хочет сказать. Парковщик хочет обратный отсчет. Отлично. Три, два. Ну просто офигенный бой. Друзья, вы оценили, как технично Барракуда размотала Матангу? Очень круто. Поздравляем Энерджи с выходом в полуфинал. Еще один бой четвертьфинала. На арене Большой Брат с Вебером, Нан и ПВЕ. Смотрим. А что там, мои господа, леди и джентльмены? Мы с вами продолжаем. Ой-ой-ой-ой-ой, как резко, резко начинают наши игроки. У них один соперник, один противник. Для многих знакомств. Они решили вдвоем. Они знают, что Вебер очень сложный противник. И они решили вдвоем сразу на него нападать. Вот такой. Все попался. Такой он Вебер. Ну, а я давай немножко расскажу про Вебер. Вес 5 килограмм, скорость 15 километров. Говорите. Орудие пневмолифт, сила, самое мощное в нашем виде. 4 тонны, друзья. 4 тонны может выбросить данный робот и даже не задумываться, куда. Робот ПВЕ с каким-то, собственно, сейчас и сражается наш Вебер. Вес 70 килограмм, скорость 10 километров в час. Орудие тоже пневмоподушка, которая поднимает и подкидывает роботов. Но это не удалось сделать. Остался Минус-Нан. Минус-Нан город. Город Москва. Московская область. Минус-Нан может ездить с двух сторон, на самом деле. Вот это как раз этого робота касается. Когда его кладешь на спину, ему на это все равно. Он может... Ох! Рановато, рановато. Дымится, дымится немножко Вебер. Нет, пока. Оба отличная маневленность у обоих роботов. Хорошо. Ты смотри, что он делает. Он его прям протыкает в механизм. На самом деле, техника Минус-Нана была основана на том, что он должен проткнуть главный механизм. Он как раз и достает. Смотри, Собцов. Есть! Попался! Попался он. Но... Наши роторы только набирают обороты, друзья. Обращение было маленькое. Он начинает гореть. Что происходит с Вебером? Он дымится, он почти горит. А Минус-Нан отлично себя ведет, отлично показывает. Все, выбор осталось тебе только на роторы его. Только посадить на роторы. Но будет ли движение? Но он, похоже, проколол самую нужную часть в механизме для того, чтобы обезвредить и затормозить нашего робота. Робота Вебера, большой брат, команду. Но что происходит? Кто бы ожидал, что Минус-Нан пронзит в самого Вебера? Честно, я ставил на Вебера, потому что в первых боях он очень круто себя показал. Но сегодня в этом бою что-то пошло не так. Что скажет главный рефери? Главный рефери решает, есть ли движение. Ребят, один робот у нас в углу, два слились в дуэте. Я думаю, что движение больше... Вебер, вы можете двигаться? Все. Нет. Останавливаем бой. Несмотря на ведущую роль Вебера в этом бою, Нану удается своими длинными пиками достать до уязвимой начинки противника. Но хотя Вебер был выведен из строя, судьи затруднились определить победителя этой схватки, поэтому в полуфинале мы снова увидим и Нана, и Вебера. Ну что ж, друзья, вот мы и подобрались вплотную к основным боям нашего турнира. Впереди у нас два полуфинала и финал. И в первом полуфинальном бою мы встречаем команду Саларбот и команду X-Force. Погнали! Нет, работает, работает. Мы очень близко к финалу. Два одинаковых робота с одной и той же системой подъема и уничтожения своего противника. Но здесь главное успеть. Подкрасться сзади, попробовать успеть, кто вперед выпустить свой механизм для того, чтобы перевернуть своего противника. И! Есть первый бросок. Сам наехал. Я уже вижу, что Саларбот это Шелби. Да, и причем обе команды понимают, да, что механизм один и тот же, им надо быть максимально аккуратными. Не отворачиваться ни в коем случае, как поступило Шелби. Ни в коем случае! И вот сейчас, если бы работали наши роддеры, то уже было бы не очень хорошее состояние у Саларбота. И! Вау! Совсем... Что ты! Нет, нет, смотри, свои выбираются! Вроде бы был загнан в угол, загнан в тупик, но при помощи своего механизма выбрался Саларбот. Хороший напряженный соединок. Шелби, Шелби. Давайте, капитан команды X-Force Максим Жилин. Ну, а это... А это означает, друзья... Ну, подожди. Это еще ничего не означает. Он сейчас заведет свою пневмопушку, подкинет себя и перевернется обратно. Это уже причем было в прошлой серии, в 2015 году. Да, давайте, X-Force, у вас получится. У нас заработали роторы, дорогие друзья. Что же сейчас будет? А-а-а! Все, я знаю, что хочет сделать Саларбот. Конечно, только это и остается. Давай! Давай, покажи нам класс, покажи нам шоу. Битва робота! А-а-а! Отлично! Громче! Ничего не смог противопоставить X-Force команде Саларбот, которую мы поздравляем с выходом в финал. И второй полуфинальный бой, где снова сойдутся роботы Нан и Вебер. Кстати, ребята, оцените, с какой скоростью команда Большой Брат восстановила своего робота после серьезных повреждений прошлого боя. Ну что, смотрим, что будет в этой схватке. Бой! На самом деле, опять два тех же самых робота. Да, у них повтор, повтор того, что они не задешали в прошлом бою. Посмотрим сейчас, как же они будут вести друг друга. Да, была попытка хорошая. Еще одна! Смотри, что делать. Оба динамичные! Возвращает былое прошлое, на самом деле. Веберу только нужно выкинуть минус НАНа. И опять НАН втыкается, куда надо. Да, да, хороший, хороший был вариант сейчас. Да, Веберу нужно только минус НАН выкинуть сюда за роторы и все. Я думаю, что либо за палку, потому что оттуда он уже не выйдет никак. Сложность, дело в том, что НАНа может работать с двух сторон. И тем самым опять вывезти из троя. Я тебе и говорил, что либо за роторы, либо за палку металлическую, тогда у него не будет шансов. Только Вебер в этом состоянии может вылезти. Что ты споришь со мной все время? Давайте уже нам зрелище. Кто-нибудь, кого-нибудь переворачивайте или протыкайте. Что-то происходит опять. Нет, он еще едет. Ну что же, что будет ли бит? Роторы на самом деле выведены из троя нашими роботами. Настолько они оказались мощными, что пробили. Такую махину, как роторы вывели из троя, да. Итак, ну, у нас заканчивается время. Уже дали сигнал. Как пребудут с тобой свет? До конца боя осталось 10 секунд. О-о-о! Ну, наконец-то! 8! Он накопил! 6! Он показывает! 5! 4! 3! 2! Поздравляем команду Большой Брат с победой в этом напряженном поединке. Кто бы мог подумать, друзья, что в финале мы увидим именно те команды, которые совместно тренировались и чьи тренировочные бои вы могли видеть у нас на канале. Итак, мы переходим к финальному бою, в котором вы увидите команда Савербот и робот Шелби, команда Энерджи и робот Барракуда и команда Большой Брат и их робот Вебер. Удачи парням в финальном бою! Дорогие друзья, ну и это финал! Самые лучшие, самые сильные, самые крепкие роботы на одной площадке! И как же сразу! Что-то должно быть невероятно! Они друг друга будут подкидывать, ломать, крушить! Все это прямо сейчас! Битва роботов 20-16! У всех только лишь один механизм! Это пневмопушки, которые поднимают друг друга, поднимают роботов и своих соперников на высоту до 2,5 метров! Видим, что пневмопушки уже выйдет из строя у Вебера! Вебер, да! Опять спала дизиночка! Но это уже спустя все-таки так много боев! Он ему сейчас поможет, смотри! Спасибо! Молодец! И получил за это сразу! Вот это хорошо! Вот это хорошо! Да! Вам второй робот помогает, но чтобы не грустить ему одному в линге, надо же с кем-то бороться! Слушай, это заискрил! Заискрил! Заискрил робот! Энерджи дает энергию, это видно! Вебер! Ооо! Все! Помог! Все! В ответ Вебер помог! Соларбот и Большой Брат остались! Нет, подожди, он еще... Добьет его! Все! Помог, помог! Все, убрал! Один на один! Давайте, ребята, поддержка громче! Финал! Финал! Два самых крутых робота! Это Энерджи! Это Соларбот! И но! Нет! Большой Брат, Йо! Большой Брат! Слушай, как же... Есть! Есть! Возвращается... Смотри, он встает на дыбы! Еще немножко Соларбот, немножко постараться... Главное, поймать тот самый нужный момент тебе! Вечер попрыгающих у нас. Вечер прыгающих роботов. Но нет механизма. Есть трамплин. Нет, подожди, еще не все. Просто не трогай его. Солар-бот Шелби. Невероятно, невероятно. Это тот робот, на котором я вчера катался. Это моя энергия, не трогай его. Подожди, подожди, подожди. И он добивает, добивает, чтобы наверняка сказать всем, что именно он, именно он сегодня лидер. Именно он и больше никто. Станислав, дайте шанс роботу. Дайте шанс, мы уже дали шанс в инстаграме этому из наших роботов. Смотри ты, что делает, смотри, что делает. Солар-бот, друзья. Но на самом деле есть шанс. Есть шанс. У кого есть шанс, Иван? Все, шансов нет абсолютно ни у кого. Тот не выйдет, этот не выскочит. Видно, видно, Вебер, Вебер. Подожди, нет! Не ложись! Оу! Это специально для зрителей была шанса. Это финал! Это команда Солар-бот! И это робот Шелби! Ну что ж, вот и определился победитель битвы роботов 2016. Команда Солар-бот занимает первое место в этом турнире. Парни, принимайте просто-таки громадные поздравления от нас, канал Равью Машинцы, я думаю, от всех наших зрителей. Я считаю, это заслуженная победа команды Солар-бот. А вы что думаете, друзья? Давайте голосовать, какой робот вам понравился больше. Вот и подошел к концу этот турнир. Но печалиться не будем, ведь впереди нас ждут еще более грандиозные битвы роботов. Не забываем активно комментировать увиденное. Напоминаю, автор лучшего комментария каждого ролика получает от нас подарок нашу фирменную футболку. И, кстати, сейчас как раз пришло время определить лучший комментарий прошлого ролика. А вот и он! Александр Павлов на все 100 прочувствовал атмосферу, которую навевают машины из нашего прошлого ролика. Взять бы Мустанг денег на бензин и колесить по странам. Да-да, именно такие настроения невольно появляются, когда вплотную общаешься с этими шедеврами. Спасибо за камень, дружище! С удовольствием отправим тебе наш презент. Отправь там свои контакты способом, как показано на экране. Спасибо, что смотрели, друзья! Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. И если вы хотите всегда узнавать о наших новых роликах, не забудьте включить уведомления. Ну а мы ненадолго прощаемся. Впереди много интересного. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!